Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Markets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня считаю уместным начать обзор с оценки ситуации на рынке драгоценных металлов, в частности золото, которое прямо сейчас торгуется на отметке 1985 долларов за тройскую унцию. Некоторое время назад мы с вами весьма амбициозно мыслили и вполне ожидали, что золото может прорваться в район 2000 долларов за тройскую унцию. Хотя, несмотря на то, что я был уверен, что это может произойти прям за очень короткий промежуток времени, все-таки, наверное, небольшой скептик во мне говорил, что 2000 это слишком круто и мы можем увидеть эту планку только лишь при появлении стоящего серьезного фундаментального фона, которым, например, точно станет заседание американского регулятора на следующей неделе. Но то, как золото сейчас набирает высоту, мне придает уверенности в том, что 2000 долларов может быть протестировано до конца, друзья, не только этой недели, а даже текущей торговой сессии, потому что до цели в 2000 остаются каких-то 15 долларов. Это даже ниже среднего показателя волатильности за последние дни, которые мы видели по этому активу. И среди факторов, которые продолжают поддерживать рост котировок нефти, здесь можно сгибать пальцы, как и всегда. Это слабость доллара, это снижение доходности американских облигаций, потому что всегда нужно сопоставлять ситуацию на рынке драгоценных металлов с доходностью, которую гарантируют американские трежерисы. Но здесь ситуация печальная, потому что десятилетки буквально за считанные дни всего лишь за несколько дней свалились с отметки 4,05 процента по доходности до 3,76. Если чуть-чуть округлить, можно сказать, что потери составили от 8 до 10 процентов. И за этот период времени золото, конечно же, набирало высоту и смогло укрепиться больше, чем на 3 процента. Ну, практически на 5 процентов. Поэтому делаем вывод о том, какой из сверхнадежных инструментов более предпочтительный сейчас для инвесторов. На мой взгляд, очевидно, что это золото, которое продолжает пользоваться спросом. В следующий понедельник мы в очередной раз оценим ситуацию с точки зрения активности институциональных инвесторов. Проанализируем данные американской комиссии по торговле товарными фьючерсами. Но нету каких-либо сомнений в том, что мы увидим новые пиковые значения по совокупному количеству спекулятивных контрактов. И не стоит забывать про рыночный сантимент. Если раньше толпа 80 процентов трейдеров была в шортах, сейчас эта толпа остается в шортах. Но теперь общее количество позиций в процентном выражении достигло 82. Это один из рекордных показателей за все время наблюдения с моей стороны за подобной статистикой. И то, что на рынке не меняется позиционирование, явно доказывает тот факт, что не сработали еще стопы у тех, кто сейчас принял неверное решение. И, наверное, они будут срабатывать только выше 2000 долларов за тройсклонс. Поэтому нужно отправлять золото туда. Я предлагаю смотреть вместе со мной за этим уровнем. И когда, друзья, эта планка будет достигнута, конечно же, я скажу вам, что вы большие молодцы, потому что правильно оценили фундаментальные возможности и открыли сделку в верном направлении. Сегодня на повязке экономического календаря первичные заявки на пособие по безработице. 12.30 по GMT. Традиционная статистика для четверга. Будет ли этот релиз настолько значимый для рынка, что спровоцирует интересные движения по доллару? Ну, я думаю, что нет. Хотя недооценивать этот релиз ни в коем случае нельзя. Много раз мы уже убеждались в том, что плохие данные по рынку труда могут очень быстро испортить настроение, спровоцировать развитие мощной медвежьей динамики по доллару. Хотя индекс доллара и без того снижается. После коррекционного роста накануне, сегодня уже с открытия торговой сессии, индекс доллара минусует и, соответственно, котируется ниже локальных максимум вчерашнего дня. 99.75 текущие котировки. Очень слабые данные по рынку недвижимости вышли накануне. Общее количество выданных разрешений на строительство снизилось на 37%, объем строительства снизился на 8% и падение на рынке недвижимости является следствием жестких условий кредитования, которые бьют по ставкам, точнее по показателям спроса на ипотечные кредиты. Ну, я думаю, что это простые выводы, которые очевидны для всех. И мы уже тоже много раз делали на них акцент, поэтому подчеркивали, что Федрезерву не стоит дальше активно ужесточать монетарную политику. По данным опроса Рейтерс, 87 из 108 аналитиков уверены, что июльское повышение ставки, то есть на следующей неделе, будет последним, после чего ФРС займет выжидательную позицию. Я с этим абсолютно согласен. В принципе, был согласен еще два месяца назад, когда мало кто допускал, что ФРС может остановиться в июле в плане разгона ключевой процентной ставки, но с тех пор индекс доллара уже вывалился, поэтому можно сказать, что я был прав. И в данном случае по-прежнему сохраняю ставку на дальнейшее снижение, потому что уверен, что в текущих условиях у доллара нет каких-либо шансов на дальнейшее восстановление. Первичные заявки на пособие по безработице, если сегодня мы увидим значение в районе 250-260 тысяч, то доллару придется уже обновлять новые локальные минимумы. Но в то же время хочу отметить, друзья, что дальнейшее снижение, мощное снижение, может быть возможно только лишь на следующей неделе, когда состоится заседание Федрезерва. По другим финансовым активам евро против доллара 1.12.24 тоже ждем заседания Европейского центрального банка и тоже следующая неделя. Данные по инфляции вчера указали на рост базовой инфляции в еврозоне с 5,4 до 5,5%. Это значит то, что инфляция остается серьезнейшей проблемой для Европейского центрального банка, с которой нужно бороться более высокой процветной ставкой. Мы и ранее были уверены, что ИЦБ на определенном этапе начнет опережать у активности в повышении ставки Федрезерв. И контраст монетарных политик должен, по крайней мере, добить пару евро-доллар до цели 1.13. Британская валюта против доллара 1.29.50. Я, как и анонсировал, открыл все-таки сделку. Данные по инфляции, правда, оказались не такими, как хотелось бы их видеть. Но все равно снижение с 8 и 7 процентов до 7,9. Это по основному показателю инфляции. Базовная из потребительских цен куда менее скромная динамика. Снижение с 7 и 1 до 6,9. И результаты, опять же, общественного опроса аналитиков показывают, что они уверены, что Банк Англии все равно при текущей инфляции базовой почти в 7 процентов выше цели, которая находится на отметке 2 процента и превышает эту цель почти в 3,5 раза, будет повышать ставку. И этот шаг может быть сопоставимым с прежним решением ее повышения на 50 базисных пунктов. Пока что оптимист, друзья, в отношении британской валюты. Тем более, что уже так много сказал про слабость американского доллара. И пара доллар-канадец 1,3137. Текущие котировки все ниже. Впереди роничные продажи. Это отчет по Канаде, который выйдет завтра. Это для нас запасной вариант поддержки фундаментальной для канадского доллара. Но в целом, как и ранее, снижение доллара, восстановление котировок нефти. И довольно неплохой фундаментальный фон, который также еще и усиливается возможностью дополнительного повышения ставки в Канаде. Это пока что фон, который будет способствовать росту именно канадского доллара. Цели 1,3137. От них пока не отказываемся. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok